Предоставляю слово Екатерине Сергеевне Шерстнёвой, правильно ли? Да, все правильно. Проблемой ритмической разметки песенного текста. В общем, рабочее название моего доклада, как бы на самом деле, просто ритмическая разметка песенка. Дело в том, что обычно говоря, нет, и ритмично складать, то очень интересно, потому что песни по-другому размечаются, там ритм сильно. Ещё никто не знает, как они звучали. Вот, именно в этом интересно, что никто не знает. Обычно, когда мы говорим о ритме и метрофактического произведения, мы имеем в виду два момента о последующих звучании текстов. Первый из них — метр, связанный с некой инерцией и естественной схемой. Второй ритм — связанный с законом языка и с реальным звучанием звука. То есть, с удовольствием этих моментов отдаётся звучание фактического текста. В частности, Сиро со школы слуховой технологии предполагали, что для любого текста это звучание является раз и не всегда установленным, прикреплённым в этом тексте. И в этом тексте уже заложены некие правила, которые его прочтили. Ну, иная концепция относительно звучания политического текста, который был в начале века у нас в рамках деятельности Института Жилых Слов. Так, Сергей Бернштейт навыкнул декламационный вариант в качестве инвестиционного анализа звучания политического текста, поскольку считал, что нет таких законов, которые предписывали непредносимому структурному тексту единому верному изучению. В связи с распространением практик политической рекламации возникает представление о музыкально-технической речи и о возможности фиксации интонаций с буквально музыкальными исследованиями. Однако, в начале века метод не был выработан ни одной из указаний. Но суть по всему, дело в том, что метод анализа всегда должен искровать впоследствии на самом деле. И определив, какие элементы структуры относятся к сделанности произведения, мы только тогда встаем для необходимости описания именно этих элементов. Иначе мы уходим в понимание нашего объекта изучения. В общем, сегодня мы хотели бы обратиться к русским песенным братам 20-го века. Ну, вообще, стоит сказать, что такая форма теоретического высказывания, песенная и очень сильно опоследованная ритмом, получила очень большое распространение в конце 20-го века. И существует огромный пласт такого вот неописанного пресеного материала. В последнее существует разработанная строгая система формального описания текста, позволяющая создавать такие конструкции, как политические традиции, политические системы, и в дальнейшем обиливать и над сталкиваясь с рамками. Ну, и поэтому появляется большой соблазнен применить такую же покружную методологию, к пласту песен своей. Применить те же самые нормальные методы. Ну, в частности, мы привыкаем в отдельное исследование, которое явно дает соблазн. В частности, Ковалев пишет статью о структурных особенностях стиха русского поэзия и во всех современных исследованиях. Мы пишем диссертационные исследования, где пытаются провести подробное описание структуры стиха о рамках русского поэзии. Ну, вообще, на сегодняшний день первый же вопрос к методологии таких научных исследований связан с принципом отбора иммунитетизации. В обоих случаях исследователь пытается работать с рок-поэзией как с чем-то, чему уже дано определение и установлены определенные границы. В период времени для того, чтобы описать его, он не сомневается в том, что это явление действительно относится к рок-поэзии. На самом деле, для такой уверенности, при таком подходе к другому материалу, он всегда исходит из неких социологических подходов. Но это не методологично, поскольку просто не отдаёт себе этому отчетку. В результате получается, что, описывая традиционными способами некий вербальный отец, вложающийся в основном десенном произведении, исследователь описывает не художественный объект как таковой, а некий канцкий, ничего не говорящий о реальном устройстве песни отец. В результате мы можем получить некую косвенную информацию о структуре песни как таковой. Ну, в частности, и Клюева, и Ковалева делают такой вывод, что очень мало встречается в текстах, положенных на музыку, в классических размерах. Ну, и приходят в итоге к выводу, что здесь мы имеем дело с каким-то принципиально другим видом стиха. Но все дальнейшие рассуждения о структуре этого стиха, они, в общем-то, строятся на ошибке. Ну, в общем, итак, перед нами особый вид стиха. Причем, как мне кажется, в каком-то смысле, ну, с точки зрения применимости к нему той или иной эпидологии, он, может быть, даже сильнее отличается от традиционного, известного нам русского стиха, чем стих какой-нибудь другой языковой системы. Поскольку, ну, первое, что для его описания не подходят традиционные методы разметки. Первая его структурная особенность – это форма подавания. Здесь мы всегда имеем дело с неким звучащим текстом. Часто исследователи пользуются вариантом опубликованным того текста, который существует на музыку, но они при этом берут совершенно другой объект, поскольку в публикации остается, в общем-то, лишь то, что в свое время константиновые исследователи поэзии называли «дыркой о музыке». Второй момент – это особые статусы метра и ритма, которые приобретает этот текст. Здесь, ну, можно, наверное, так сказать, что метод и ритм, в наших традиционных пониманиях, их статус как бы меняется местами. У текста появляется некая заданная ось, строгая метрика. И это, в общем-то, она и начинает отражать его реальную форму звучания, реальную систему сканаски ударителя. Языковые же законы, то есть ритмические, они остаются лишь в качестве запоминания о том, как могло бы звучать это творение в потенциале, если бы оно не повергалось свободу музыкального ритма. Говоря о том, что в стихе, в песенном стихе, в стихе о поэзии, очень редко мы встречаем классический размер, и Коварову Клюева приходит к выводу, что здесь присутствует тяготение к тонической системе, прополадание тоники. Но, в самом деле, о тонике здесь, наверное, говорить нельзя, потому что носитель тонической системы стихосложения он слышит число слов в стихе. Здесь речь идет о чем-то другом, потому что здесь воспринимающие иногда вообще не успевают ловить границ своего раздела, звучание скваживается для него из чего-то другого, а именно наложение рыбания структуры на метрико-здольный метрик. Итак, для описания метрики, объекта подобных исторических сложений, как мне кажется, необходимо отталкиваться от представления о музыкальном метрике. Причем, в общем, если мы знаем, что мы изучили четырехдольные и трехдольные метры, то во всей этой политической традиции, то есть если мы в конце 20-го века, мы имеем дело только с четырехдольными участками. Они различаются по тому, какая из долей этой четырехдольной единицы, какая доля будет сильной. В общем, наверное, первая задача, которую перед нами стоит, то есть установить для каждого текста вот эту сильную долю. Могу сильную долю. Эта задача не положена к политическому тексту, поскольку выбирая эту систему музыкального метра, поэт заранее устанавливает для себя терапию, которую он в дальнейшем будет выплатывать на свой текст. И в дальнейшем, теми чертами, которые, в общем, как мне кажется, мы должны описывать то, каким образом вот в такой вот текст будет вписываться гербальный материал. то есть нужно указывать и прочитывать эти счеты, которые будут связаны в той или иной ситуации с победой музыкального закона, над законным языком, либо наоборот языкового. В общем, из всего этого, из этих моментов будет складываться поэтика определенная. В общем, и вот какие это вещи, которые необходимо считать. Первый момент — это случай переакцентуации. то есть здесь при помощи вот такого обозначения я сначала так музыкальную метрику, то есть сильная доля прямой линии, слабая доля общая. Сверху над этими метрическими схемами мы изображаем, сколько вербальных сновок помещается на каждой из метрических долей. На сильные доли, как правило, приходится ну, традиционно должны приходиться ударные слоги. Те случаи, когда на сильные доли приходится без ударных слог, либо когда на слабую долю. То есть слабыми долями мы считаем доли, которые идут непосредственно перед сильной и после сильной. Между — это полусильная доля. Ну, в общем, случаи, когда ударные слог приходится на одну слабую долю, тоже можно считать следующим реакцентуацией. В общем, ну, и, значит, реакцентуация говорит обычно о том, что в данном случае мы имеем дело с диктатом музыкального начала. надо отметить, что с такими случаями сталкивается, например, и Плюида, и она предпочитает отдавать, она дает предпочтение звучащему гляну тексту. В таких случаях. Но тогда остается неописанный динамик взаимоотношения между музыкально-эрифическим законами и языковым законами. В общем, и поэтому, мне кажется, все такие случаи нужно просчитывать, ну, как случаи, реакцентуация, как случай нарушения. Да, в особенности нужно отдельные графы где-то считать случай нарушения константного ударения. То есть, когда на последнюю сильную долю строки приходится безударное слово. Значит, во втором... А что такое Луи, простите? Это когда вообще туда слова не попадает? Никакого слова не попадает. Поскольку мы размечаем всю музыкальную структуру. Вот строчка закончилась, метод все еще продолжает звучать. То есть, чаще всего, конечно, гербальный материал дикотеек с начала строки. Но это совсем не так. Это тоже будет зависеть от традиций. В отдельных традициях исполнитель стремится растянуть даже очень короткую строку на протяжении всей музыкальной фразы. Из одного слога он делает несколько путем разделов. В общем, об этом я сейчас расскажу дальше. Значит, второй момент, который нужно фиксировать, это степень свобода гербального материала от длины музыкальной структы. То есть, в случае выхода от стихотворной структы за пределы музыкальных фраз. Но они разделяются на две... В некоторых случаях мы сталкиваемся с додавками. То есть, когда еще музыкальный метод еще начался, а раньше начался раньше начался додавальный ответ. И, то есть, с ножом в мае, когда часть слова переходят в следующую структу. Следующую структу. Значит, третий момент. Это, собственно, распределение слогов. Временное распределение слогов по этому предгаданному временному отрезку. Значит, мы имеем это дело с двумя вариантами отхладений. Первое, это растяжение слога. Второе, это распределение слога. То есть, меняется не только количество музыкальных долей, которые занимает слог, а еще и меняется слогом. То есть, слог превращается как бы в базовый. И растяжение, это, наоборот, более мелкое членение музыкальной доли на несколько, за счет того, что, ну, как вот, вариант, который сказал, несколько слогов оказывается на четвертых долях. Ну, я сейчас хотела примерно поставить, как это может звучать. Ну, в общем, вот каким-то образом вот эти три момента необходимо фиксировать, я считаю. Ну, следующей важнейшей характеристикой уже точки зрения стройки, мне кажется, будет урегулированность всей композиции по вот этим двух признакам. То есть, стоит проследить, во-первых, прослеживать, возможно ли уводить какую-то разницу между куплетной и припевной структурами в таком тексте. Существует ли некая закономерность распределения вот этих слогов, которые повторяются из одной строки в другую структу? Ну, в общем, на основе вот этих фирменов, вот этих назвалок. Я пыталась показать, что каждый, так и значит, это всё с удивительным назначением в том, что каждая индивидуальная техническая схема в рамках этой традиции свойственно проявлению той или иной из причинных мужа особенно в качестве наиболее счастливого приёма. Что само в себе должно подтверждать людей, что эти приёмы как-то могут как-то производить проекты? И вот если мы посмотрим на самый первый пример, его разметка направленности. Звучать? Он должен примерно так. Самодельный плотой коридор Слово неплохо наугад Хохотливо гнилой помидор Хохотливая бежда назад Кто-то влез по тобой, а то нам кновенью свой путь И снова темно И снова темно В общем, из схемы, которую мы видим здесь вправо, мы видим, что есть некая довольно нестандартная система распределения слогов по мускальным долям, которые, тем не менее, повторяются строки по строку Первая строка полностью повторяет третью, вторая строка полностью повторяет четвёртую В общем, такая вот симметрия, она повторяется уже в дальнейшем и в строке И вообще, такое неочевидное распределение с его строкозапиксированным повторением Вообще, свойственны, например, практической степени левого У диаголевы схема сливок Обычно в плане метрики всё намного проще Случайно, например, вот так Поехали У, 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 у. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть здесь распределение слогов к долям относительно очевидное, но для системы Дягилева использована четкое куплетно-припевное различие и растягивание припевных строков слога таким образом. В общем, в втором примере хандаута, то есть по статье 2, это случай, который анализировала как раз в своей статье Клюева и рассматривала его как пример такого нетрадиционного нарушения метрической схемы последней строкой, которая гораздо короче. Но на самом деле, у Дягилева, из-за того, что эта строка, ну, как и в этом случае, она приобретает удлинение слогового и растела, строка, вот эта вот, добрая прохожая, она занимает ровно столько же, ну, такую же временную дистанцию, что и все остальные строки этой системы. Вот. Ну, в общем, у меня было больше примеров именно для демонстрации возле других политических систем, но сколько времени уже нет. Главное, что я хотела сказать, я вам рассказала. Пожалуйста. У меня, может быть, целая серия даже вопросов. Вы абсолютно правильно сказали, что не имеет никакого отношения песенная поэзия к стихам, поскольку там музыкальный ритм главенствует, да, и, соответственно, текст просто сопровождает мелодию. Но сразу вопрос, а для чего изобретать эту разметку, если есть уже музыкальная разметка длительности? Музыкальная разметка длительности — это... ноты. Что вы имеете в виду? Ноты нужны для таких частей. Потому что они... Это, понимаете, вот, в чем... Это когда мы просто сомневаемся, что мы видим, что традиция песен конца XX века, она... вот ее особенно заключается в том, что, с одной стороны, про нее говорят, что это не вполне поэзия, с другой стороны, что это не вполне музыка. Это некая примитивная... Там может вообще отсутствовать мелодия, как таковая. Что там есть? Там есть всегда вот этот доминантный ритм, да, с одной сильной долей. Ну, при этом музыкальный ритм все равно там, как правило, идет четыре части, да? Ну да. И в рамках четырех четвертей там, соответственно, есть целые ноты, половинные ноты, восьмые, шестнадцатые и так далее. Если есть уже общепринятое в музыковедении нотирование длительности, для чего придумывать свое. Потому что рок-поэзия – это какое-то уникальное явление, оно с точки зрения того, что точно так же описывается классической системой нотирования. Как вы технически предлагаете это делать? То есть мы записываем текст, нас каждым слогом, то есть наши единицы будут слов. Нас интересует принцип распределения? Наша единица в данном случае будет музыкальная длительность, как это и должно быть при исследовании музыкального ритма. Соответственно, каждому слогу будет соответствовать какая-то, ну, там, восьмая, шестнадцатая. А каждому слогу может соответствовать бедность, но это не обязательно соответствующий слог. Сергей Ильич, я не вижу вашу руку. Нет, 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 нет. Первым был Кирилл. Кирилл просто. Жасно, если менее останется время. Ничего не поделаешь. Так, Павел. На самом деле, замечание, скорее, библиографического характера. Во-первых, спасибо за очень интересный доклад. Я, честно говоря, не ожидал, что когда-то в этой аудитории я услышал разбор текста романа немного. Но, тем не менее, замечание мое будет касаться не этого, а того, что вы все совершенно правильно говорите. Но дело в том, что, так сказать, в американском стихолитно-генеративном существует целая традиция, которая занимается, как бы, проблемой наложения слов на музыку, проблемой текст-сеттинг, как они это называют. Вот. И по этому поводу есть довольно обширная, как бы, библиография. То есть, например, как бы, работа Груза Кейса, который, вот, ровно этой проблематикой занимается, книга Лердаля и младшего Хайля, которые, в целом, посвящены генеративной теории тональной музыки, но, кроме того, так сказать, закрепляет проблему наложения, так сказать, слов на музыку. Вот. И моя, как бы, реплика просто сводится к тому, что я призываю вас обратить на это внимание, потому что это гораздо ближе к вашей теме, чем Оренфилологи или, как бы, с Шлубой Грандштейн. Спасибо. Сергей Горьков, пожалуйста. Да. Значит, первое, что я хочу вас спросить, вы что называете переакцентуацией? Потому что я, когда слышу исполнение, кто-то влез на табуретку на мгновение в стойком свет. Вы это называете? Переакцентуацией я называю те случаи, когда, нет, реальный ритм, то есть реальное звучание, здесь будет совпадать с вот этой вот схемой, потому что она всегда здесь диктат, вот эта музыкальная схема удалена. Но... Пример, пример. Ну да, кто-то влез на табуретку. Вот вы это считаете, да? Это замечательно, тогда, огромное вам спасибо, вы сказали то, что я не успел сказать в моем докладе о тректовике, в тректовике буквально то же самое. То есть вот то, что вы говорите, это не новинка, а это то, на чем держится уже не века, а тысячелетия, исполняемый с голосом стих. Причем, с этим скалкиваются, скалкивались, и еще скалкиваются Джеймс Бейли, изучая русский фольклор, с этим скалкнулся Аллафа Данилевский, который написал совершенно замечательную статью. Вы не читали ее? Обязательно, представьте, вот он первый соединил нотную, он дает, он разбирается в теории музыки, вот то, что говорил Александр Левашов, да? То есть он это делает, он показывает, зачем нужно и то, и другое. Джеймс Бейли, хотя он музыкант по образованию, к сожалению, музыку отбрасывает. Но это давнишняя проблема, которая неожиданно ворвалась в русскую фрассудию с появлением акцентного стекать фаталита. То есть вот то, что вы называете предзаданной музыкальной структурой, я в своем докладе, но я не успел это объявить, называл сверхпроцентной структурой. То есть это есть, например, у Кузьмина, поэтому его александрийские песни некорректно анализировать как верлибр, потому что чистые верлибры, я анализировал, они имеются один вид. Я слышал, вот недавно появилась, Павел, как его, вы не скажете, выпустил, Дмитриев, да, замечательный диск, там звучат александрийские песни, да, совершенно иначе. То есть надо взять этот предзаданный ритм и читать текст, буквально то, что вы говорите. То есть это общая проблема. И чем вы писали на доске? Вот я не знаю, насколько здесь стиховически подготовленная публика. Вы помните, кто в Токторике Гаспаров обозначал буквами Г и Ц? Надо это напоминать или нет? Лучше дать, кто-нибудь еще может спросить, что-нибудь хочет. Так нет, это буквально то, что вы здесь называете акценциацией. Вместо трехсложного интервала он вводит B с ударением посередине. То есть это уже Гаспаров начал, вы не читали его работы в Стрелико? Вот, посмотрите, там буквально слово в слово все, о чем вы говорили. Алексей Владимирович, мы бы хотели что-то спросить. Можно я добавлю одну фразу, что Джеймс Билли, как раз мы специально ему звонили по данному поводу, поскольку все ссылались, что музыку не надо учитывать, потому что Джеймс Билли так сказал. И Джеймс Билли просил передать, что конкретно в таком типе современном ритмичном стихе музыку учитывать совершенно необходимо, и реально мне студенты приносили разные музыкальные тексты. Я совершенно встала в пение, я не могла их разметить вообще, потому что если размечаешь по нормальным стиховическим правилам, получается просто какой-то полный, явно ложный результат. Он это доказал. Так что Джеймс Билли не совсем прав. У него замечательная работа, замечательная идея, но в этом фунте он не прав. Но он просил передать, что как минимум в современных песнях точно нужно учитывать. Так, поскольку остается еще две минуты, я скажу, что переакцентуация, это не то явление, которое иллюстрируется примером, если брать нормальное стиховедение, фразы «кто-то в лес на табурет». Поэтому никакой переакцентуации нет. Если иметь в виду ударение, искусственное слово «та», то это просто скандирование, а не переакцентуация. Это же выводное скандирование, это не реакцируется слово «трубчатого». Ваду, вместо «трубчатого» я и спросил, что бы... Да, Ксения, есть еще приятности. Простите, пожалуйста, совсем короткая рефлика, это не вопрос измещения именно рефлика. Просто я хочу напомнить о том, что вообще говоря, насколько я понимаю, в общем-то похожие проблемы связаны с некоторыми текстами из песенников 18-го века, в связи с которыми, кстати, Михаил Иванович Каспаров говорил, вот такая такая очень занятная тема «Музыкальная полиметрия, опер и контакт». Я ничего конкретного не предлагаю, просто предлагаю как бы вот к этому материалу тоже обратиться и к опыту его описания. Ну хорошо, спасибо. Еще есть одна минута, но будет лучше. Считаю, что она у нас сохранена. Спасибо.